Оператор госпрограммы Агентства ипотечного жилищного кредитования АИЖК сообщает, что 4,5 миллиарда рублей субсидий, предназначенные для проблемных заемщиков, выбраны банками и уже направлены на реструктуризацию ипотеки. По данным АИЖК, в феврале прошлого года поступило менее тысячи обращений заемщиков, а в феврале этого года заявок было подано в разы больше, чем за весь 2016 год. Рост интереса заемщиков к реструктуризации был вызван ставшими более лояльными условиями и эффектом окончания программы. В Курганское отделение Сбербанка с начала года обратились более 800 зауральцев, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и претендовавших на субсидию. Но получили возмещение не все желающие. Заемщикам, которые не успели воспользоваться программой помощи, Сбербанк предлагает индивидуальные условия для погашения ипотеки. Несмотря на завершение действия государственной программы по поддержке ипотечных заемщиков, банк готов к конструктивному взаимодействию с каждым клиентом при ухудшении его финансового положения. Одним из стандартных инструментов, которые банк предлагает заемщикам, является реструктуризация, которая предусматривает внесение изменений в первоначальные условия договора, если клиент оказался в сложной жизненной ситуации. В том числе это изменение сроков договора, отмена штрафов неустойок. Мы к каждому заемщику подходим достаточно индивидуально. Что касается госпрограммы, то по данным АИЖК, поддержка оказана или принято решение об ее оказании более чем 22 тысячам российских семей. Все поступившие заявки обязательно будут рассмотрены банками. Жанна Карманова, Вадим Бутаков, Лидия Когородцева, информационное агентство Курганру.